Это драгоценная россыпь красок картины киевского художника Бориса Егиазаряна. Рисунок почти детский, еле уловимый, проступают лишь лики, как на древних иконах. И почти на каждом полотне гранаты. Иду на интервью к Борису Егиазаряну. В кармане гранат. Большой, красивый, теплый. Гранат – это пароль. Борис Егиазарян всегда покупает эту ягоду, когда ему становится тоскливо, когда небо слишком низко над горизонтом. Рукописи не горят, а возможно. Работы Бориса Егиазаряна горели дважды. Это было очень давно. Я был молод, юн был, и был такой максималист. Я тогда уничтожил, потому что я имел сам несогласие с картинами моими, с собой. А сейчас я мечтал бы их увидеть, эти работы. Вот это было, когда я сам это делал. Я их не смог видеть. Я был недоволен. Я добивался некой красоты. Я считал, что это все плохо. Какие-то из того времени работы я видел у моих друзей. Они очень интересные. Я бы сейчас не смог так писать. Я очень жалею. Кто-то из философов когда-то написал, что отсутствие частной собственности положительно влияет на искусство. Художник все лучше создает в первый период творчества, когда он беден и никому не нужен. Цветок, пробивающий асфальт, сильнее. Возможно, чтобы стать сильнее, возможно, по каким-то только ему ведомым причинам, Борис проверял себя на прочность. После ритуала сожжения своих холстов, почти самосожжения, в жизни Егиазаряна была еще и война. Не время растить гранаты. В 88-м несколько месяцев он был командиром легендарного аппаранского отряда, защищавшего от советской армии несколько горных селений на границе с Азербайджаном. Тогда вот как раз в Армении, в Армении не было человека, который не принимал участия. Каждый по-своему. Но вы выиграли эту войну? Войну никакую невозможно выиграть. Никто не выиграл эту войну. Войну проиграли все. Но мы отстояли жизнь. После Карабаха Борис Егиазарян снова стал художником и начал все сначала, но все по-другому. Работы его стали наполняться внутренним светом и умиротворением. На них библейские и мифологические сюжеты. Я знал много горя в жизни. Много. Большого горя. Я потерял друзей и родных. Очень много я горя знал. Трудности и знал, но я счастливее человеку. Как миг проходит в жизни. Мои 48 лет, как сон, как миг прошел. Как будто вот так сделал и прошел. Хотя очень много было счастья, радости. Год. Остальное еще быстрее пройдет. Если у человека со смертью жизнь заканчивается и ничего нету, пустота, какой же смысл этой жизни? Тогда я уже заранее не жалею. Но я знаю, что жизнь, она вечная. Уроженец горного села Апаран теперь киевлянин. Его дом в Украине, а родина в Армении. Может быть, именно поэтому он так любит эти саккумулировавшие солнце плоды.